В Казахстане за 30 лет мы построили лучшую систему высшего образования. Честно скажу, нашим детям гораздо проще поехать в Россию. Это просто чтобы вы не думали, что мне заботил КАЗ АТК. Надо их побольше позакрывать, да, наверное? Какую там? С чего это вы так все это решили? Здравых людей в образовании много, но они боятся выйти. Все казахские ученые, к сожалению... Это как британские ученые. Супер. Вот хоть кто-то это делает. Но это, знаешь, университет в Швейцарии. К сожалению. То есть ответ на вопрос, да? Да, почему наши дети туда и уезжают. А Нуркен Калкберген лоббирует четырех людей. Это старший сын, средний сын, дочка и младший сын. Все. Друзья, продолжается наш коронавирусный сезон интервью. И сегодня мы поговорим о главной проблеме этой осени образования. В гостях у нас эксперт, пиарщик, антикризисный, владелец агентства Нуркен Калкберген. Я надеюсь, я правильно представил. Все, все, все точно. Супер. Нуркен, ну 13 июля вы писали открытое письмо президенту, ну я имею в виду президенту Токаеву, о проблемах дистанционного образования. Недавно вы написали обращение к уже Нурсултану Абишевичу. Ну, в ответ на его слова о том, что почему все уезжают. Ну, конечно, тут же. Это мне напомнило речи советских пропагандистов, которые говорили, вот почему вообще, что этим диссидентам нужно на Западе, а не предатели Родины. Ведь Советский Союз самая лучшая страна на свете. Точно так же, как и республика Казахстан, которая за 30 лет построила... Коммунистическое общество. Коммунистическое общество, да. Ну, в общем, Нуркен, вы думаете, вас вообще кто-нибудь читает, там, Нурсултан Абишевич, которым... Ну, честно, я даже не знаю, читает, но на самом деле нет. Космзумарт Кемелевич. У меня на самом деле была задача достучаться до казахстанцев. Почему? Потому что я хочу объяснить людям, что... Вот помните, когда у нас только независимость начиналась, мы все говорили, вот, у нас только запасов нефти, золота, вся таблица Менделеева, мы сейчас будем жить, как в Эмиратах. По факту, ну, 30 лет прошло, кто-то отдельно, очень маленькая часть живет в Эмиратах, а отдельная часть все-таки вкалывает и никакого просвета не веется. Так вот, я просто пытаюсь объяснить людям, что ожидать каких-то дивидендов, процентов от продажи нефти или природных ископаемых не нужно, что единственное природное ископаемое – это вот наши мозги, и в них нужно просто вкладываться. И ждать, что кто-то тебе на готовое, на блюдечке с синей коемочкой это принесет и подарит, ну, это бесполезно. Поэтому единственный способ – это вкладываться в свои знания, в свое образование, а главное – в образование своих детей. Поэтому вот этот пост, он родился, я там его опубликовал, и все, кто там за последние 2-3 дня меня встречает, у всех вопрос, тебе кто-нибудь, говорит, услышал тебя, кто-нибудь ответил. Я пока еще не знал, услышали или нет. Нуркен, ну, почему-то ты у нас главный специалист в образовании, ну, по крайней мере, для меня, почему так получилось? Потому что большинство людей, которых я прошу хоть что-то рассказать в образовании публично, боятся это сделать. Ты рупор, ты рупор, для меня ты рупор, про высшее образование, для меня ты рупор здравых мыслей и рупор здравых людей. Здравых людей в образовании много, но они боятся выйти, почему? А что это, Асхата и Магомбетов их по разам вызовут? Как только ты выходишь, ну, не только Асхат, но и департамент высшего образования, министерство образования и науки Республики Асан. Почему? Потому что как только ты что-то начинаешь говорить, тебя вызывают, говорят, слушай, у тебя давно проверок не было в твоем вузе. Вот в КЗТК, подтянитесь сюда, да? Да, вот буквально появился вуз, что-то неправильно, они начали что-то пырхаться, бах, закрывают. А можешь сразу спрошу? А вот КЗТК, ты поддерживаешь решение лишить их лицензии или нет? Нет, вообще не поддерживаю ни разу. У нас девятая страна в мире, у нас территория, дай боже, там, сколько лететь с одного края до другого, это только лететь. А в основном у нас грузы, перевозки, транзиты и так далее. Все этих людей нужно готовить. У нас есть вуз, который сто лет практически этим занимался, в котором набрали лаборатории, в котором набрали знания, ну, грубо. Ты уверен? Ну, ты пробовал когда-нибудь по инструкции? Нет, я пробовал брать выпускников КЗТК, и я тебе скажу, это очень слабые, ну, слабые выпускники. Но это же не повод, хорошо, если даже и слабые, то давайте начнем заниматься вопросами качества. То есть КЗТК, я помню, это типа, вот ты не смог никуда в нормальный пойти и пошел в КЗТК. Ой, ну не скажи, я специально взял, знаешь, вот мне было интересно, я в КТЖ позвонил, я позвонил в транспортные компании. Ну, КТЖ, это же очень крутая компания, туда тяжелейший отбор. Да фиг там. И туда берут самых лучших, ну, поэтому туда берут. Я звенил частные компании, я спрашиваю. Вот, если бы ты сказал бы, типа, я позвонил, не знаю, в, кто там, не знаю, в Эмирейтс, и типа, тут они сказали, да, КЗТК, great guys. Great guys, ну, к сожалению, great guys вряд ли, но... Нет, если ты говоришь про КТЖ, то есть ты говоришь, одна неэффективная компания нанимает людей, может, поэтому и КТЖ неэффективна, потому что КЗТК как попала в работу? Ну, хорошая, кстати, точка зрения, но, на мой взгляд, если большинство... Это просто, чтобы вы не думали, что мне заплатил, как это, КАЗ АТК, за то, что я сейчас там защищал их лицензию. Нет, я просто чуть потроллил момент, да. Коммерсанты, коммерческие компании, их очень сложно заставить говорить что-то хорошее, но когда начинаешь спрашивать, они говорят, знаешь, вариации для транспортников, логистов, для людей по транспорту, по людей по логистическим связям, КЗТК, к сожалению, один из лучших сейчас, на данный момент. Если брать те же самые перевозки, если брать компании коммерческие, которые осуществляют транспортные перевозки через ЖД, они тоже говорят, к сожалению, КТЖ, вернее, КЗТК, это вот как раз та структура... А КТЖ, к сожалению. А КТЖ, к сожалению. На самом деле нет никаких претензий ни к КТЖ, ни к сотрудникам КЗТК, я просто пытался в очередной рассказать, что у меня нету какой-то позиции по КЗТК, и я в целом за то, чтобы у нас были качественные вузы, да? Надо их побольше позакрывать, да, наверное? Какую там? С чего это вы так все это решили? Вот у нас странная позиция, да, вот я разговариваю с экспертом, мне говорят, у нас слишком много вузов. Не, знаешь, что прикол? Мне кажется, типа, а как мы решим проблему высшего образования? Мы закроем кого-нибудь. И тогда не будет никого, да? Да. Нет высшего образования, нет проблем. Будет КАЗГУ, КАЗГЮА, там, не знаю. У нас считают, что государственные вузы – это прямо идеал. Давайте тогда просто коммерческий вуз, коммерческого выпускника и государственный вуз, государственного выпускника. Вот кто круче из них? Они же одинаковые. Ну, по факту. Я не знаю, по факту они получают все плохое образование, на мой сугубо взгляд. Ну, плохое высшее образование в плане, оно сейчас, в современном мире, я извиняюсь, опять же, да, то есть, оно в современном мире неконкурентоспособно вообще. То есть, если вы куда-то приходите с казахским дипломом, то, ну, типа… Это испанский стыд. Вам приходится заново сдавать экзамены, понимаете? Врач с дипломом Казахского университета на Западе может, там, не знаю, ну, там, медсестрой или медбратом устроиться. Ну, ему придется кучу аттестаций проходить и доказывать свои изменения снова. Сразу, да. Его никто и не допустит медициной. Потом, да, нужно получать лицензии и так далее. Это же колоссальная проблема. Ну, это на самом деле как раз таки то, о чем я и говорю. Что качество высшего образования в Казахстане страдает. Ко мне приходят выпускники, да? И ты его упустишь? Маркетинга, да. И я реально трачу свою энергию, свои силы, свои ресурсы для того, чтобы их чему-то научить. Большинство работателей даже этого не делает. И мы получаем множество, в основном, ну, каких-то некомпетентных выпускников в тех или иных отраслях. Вот Министерство здравоохранения, в его курировании находятся все медицинские вузы. И мы знаем, что, чтобы стать врачом, пусть в Казахстане это чуть-чуть слабое, но все-таки поступаешь в мед, первые 2-3 года учишь теорию, потом идешь на практику, одновременно учишься, проходишь ординатуру, проходишь экзамен. И после 7-12 лет обучения тебя выпускают как хирурга, например. Но к этому моменту ты на практике под руководством старших товарищей учился делать операции, учился зашивать, учился смотреть за больными, утки менял и так далее, на дежурстве сидел. Ты прошел через практику, тебя через руки, через обучили. Вот если бы что-то подобное было и в университетах, то было бы гораздо проще. То есть сейчас гостиничное дело как преподают? Тебя взяли, на 4 года в университет досунули, прочитали курсы, лекции, общие книжки, заставили какие-то записи сделать, все, иди, работай. Тебя в Риксос примут? Нет. Почему? Я, кстати, был в университете, кто занимается гостеприимством, так там с первого курса первым, что их учат делать, это, не знаю, унитазы чистить, правильно застилать и понимать работу тех, кем они будут потом управлять, выпускаясь из такого университета. Супер. Вот хоть кто-то это делает. Но это, знаешь, университет Швейцарии. К сожалению. То есть у нас простейшее даже, вот заканчиваешь ты гостиничное дело и его спроси, где должна быть вилка справа или слева, он не скажет. Какая очередность приборов, хотя это норма этикета, правила сервировки стола. Это чему должны их учить. И посмотри, как это обстоит у нас. У нас даже, ну, грубо, людям про сервис что-то рассказывать, это глупо. Ну ладно, не будем углубляться, так в гостиничное дело. Окей, следующий предложение. Ты предлагаешь убрать проходной балл по ЕНТ. Я хочу, чтобы ЕНТ был возможностью получить госгрант, но не был таким пропуском вообще высшее образование. Почему? Потому что, ну вот, есть разные дети. Кто-то разгоняется в 4 годика стихотворения, на пианино играет, там, акробатические трюки. Но это же не означает, что все остальные дети, которые не могут это сделать, там, условно, они тупые. Точно так же к 16 годам кто-то разогнался и уже там экстерном чуть ли не университет заканчивает. Кто-то к 16 годам только начинает раскрываться. Но из-за силу каких-то причин, там, я не знаю, ну, не сумел он этот ЕНТ пройти. Но это же не означает, что все, ему нужно там закрыть дорогу высшее образование. Дайте возможность ребенку учиться. Дайте возможность попробовать. Он, по крайней мере, пойдет, если университет видит, что это все-таки не его. Почему? Потому что 1 курс, 2, 3, 4, это же все равно все меры для отсеивания. Почему? Потому что, если ты 1 экзамен не сдал, 2 экзамен не сдал, все, извини, ты вываливаешься из университета. Но если ребенок учится, если он показывает результаты, если он сдает, действительно дает качественные знания, и он показывает, что он действительно что-то умеет, но он когда-то не сдал ЕНТ. это же не означает что все тут тебя никаких шансов нету вот на мой взгляд тестирование проходные баллы это как раз та история про которую лучше забыть почему потому что сейчас ребенок ориентируется не на ту профессию которую он хочет получить он ориентируется на ту профессию которую он может получить по ент и то есть он хотел бы быть архитектором или хотел бы быть инженером или хотел бы быть юристом он будет вынужден стать педагогом или стать я не знаю за ветеринарный университет. Почему? Потому что у него проходные баллы там, возможно, что-то позволяют. Вот, на мой взгляд, это та история, которая... То есть, ЕНТ оставить только для государственных гарантов? Да. На что мне ответил вице-министр недавно в интервью, новый, кстати, молодой, тоже продвинутый, что университет может взять спокойно любого человека, не набравшего проходной балл, как условно зачисленного, вообще условно плохое слово, наверное, условно зачисленного и через полгода он еще раз может сдать ЕНТ, и если он проходит, то тогда он остается студентом в этом университете. Ну, честно скажу, нашим детям гораздо проще поехать в Россию и без ЕНТ спокойно, и без ЕГ российские аналоги. То есть, вот поэтому это и ответ на вопрос, да, Нурсултана Абищевича? Да, почему наши дети туда и уезжают? И простой пример, ну, иностранцы... В Казахстане за 30 лет мы построили лучшую систему высшего образования. Иностранцы приезжают в Казахстан, и чтобы поступить в Казахский ВУЗ, ему не нужно никакой ЕНТ. Он просто проходит собеседование, и все, он зачислен. Если администрация удовлетворяет его. А наши дети поступают даже дистанционно, в какую-нибудь синергию, и учатся на первом курсе. А потом переводятся, и получается... На второй курс. Да, и получается, что никакой ЕНТ. Тогда есть логика в этом предложении. Абсолютная. И каждый университет, я считаю, сам может установить себе проходной балл. Частный, я имею в виду. Да, а самое интересное, что ребенок, уехавший за рубеж, это как минимум деньги, выведенные из экономики Казахстана. Почему? Потому что он же платит не только за обучение, он платит за проживание, за питание и так далее. А все эти деньги он мог бы тратить здесь. Ну, это уже такие экономические вопросы. То, для чего там должно... над чем должно думать Министерство образования и Министерство экономики. В общем, ты против закрытия университетов? Я против закрытия университетов. Почему? Потому что... А университетов на самом деле действительно мало в Казахстане. То есть, мне наоборот казалось, что у нас так много университетов. Если сравнивать с зарубежными странами, то есть, мы берем население 250 миллионов Соединенных Штатов Америки, делим их на количество университетов и получаем, что на каждый университет приходишь... А университетов разве не больше 300 миллионов человек живет? 250. Так вот, делим и получаем, да даже если 300 миллионов, на один университет приходится 60 тысяч населения. У нас в Казахстане сейчас, на данный момент, около 200-250. То есть, где больше университетов? И при этом США говорят, что им не хватает людей с высшим образованием. Они всяческими мерами пытаются это количество увеличить. В нашей стране у нас всего лишь 18 миллионов. Твои же некоторые предложения поддержали, когда ты еще летом обращался к президенту Токаеву. Ну, получилось так, что я с министром встретился. А, то есть, тебя слушают? Ну, мы встретились. Мы же позвали тебя, чтобы услышал больше людей. Ну вот, мы встретились. Я предложил антикризисный план по реформированию высшего образования. Было даже объявление, что какие-то шаги из него использованы. Но вот заявления остались заявлениями, а реальных фактов ничего не было. Ну, к примеру, сказали, что не будет теперь единого диплома государственного образца. Теперь у каждого вуза будет свой диплом. Это было ваше предложение, насколько я помню. Хорошо, что с дистанционкой? Почему нельзя у нас учиться дистанционно? Есть приказ министра образования от 2015 года, согласно которому дистанционное образование могут получать только дети с инвалидностью или люди, находящиеся в местах заключения, зэки. То есть, получается, что ребенок, закончив школу, должен сесть в тюрьму и потом получить дистанционку, если хочет не ходить по инвестиции. Или стать инвалидом. Чтобы не выезжать куда-либо. А ведь это к чему приводит? Человек, например, из аула, он хочет поступить в Алмату, но у него денег нету. А по дистанционке он мог бы просто условно учиться. То есть, денег нету на то, чтобы еще и жить в Алматы, снимать какую-то комнату, да? Да. Питаться. А что он начинает делать, когда у него денег нет? Ездить к родителям. Ездить к родителям. Что он начинает делать, когда денег нет? Что? Ну, проблема преступности, она все равно стоит, как бы то ни было. Или же он остается в ауле без высшего образования, и условно у него нету никаких дальше шансов по жизни. Он останется трактористом, и то, если будет нужен этот тракторист, или условно будет пьянствовать. Почему? Потому что других вариантов нету. Кому нужен человек без высшего образования? В большинстве случаев мы же ищем таких. Ну, и пробок станет в больших городах меньше, ну, к примеру, в Алматы, от того, что студентов будет меньше передвигаться. Может быть, может быть. Ну, на самом деле, это резонно. Почему? То есть сейчас же можно учиться дистанционно, потому что пандемия, да? Да, потому что в закон об образовании внесли такую легкую поправочку, чтобы узаконить дистанционку в средних школах и в университетах. Почему? Потому что, ну, беззаконно же нельзя это делать. Соответственно, внесли поправку, что в условиях пандемии и чрезвычайных ситуаций дистанционка разрешена. Но чрезвычайная ситуация пандемия же не может длиться вечно. Она же когда-нибудь закончится. Хопсо, да, надеемся, что так и будет. В общем, с дистанционкой тоже проблема, да? В России такой проблемы нет? Нет вообще. Мы же ориентируемся как на советскую систему. Ну, по крайней мере, да, с сильного соседа в России есть домашнее образование, есть там условно дистанционное образование, онлайн-образование. Эти дипломы приравнены к обычным. То есть ты закончил, никаких вопросов не возникает. У нас это, мягко говоря, не разрешается. Соответственно, родители вынуждены тратить деньги, ездить, смотреть, что у них получится, нет. Вот тут написано, я составлял вопросы, вы требуете академическую свободу для вузов, да? Как это есть в Америке, в Германии, в Сингапуре и так далее. Но мне кажется, что интересы государственных вузов и интересы частных вузов, они не совпадают. В каком плане? В том, что, как правило, в государственных вузах ректора это какие-то пенсионеры. Опять извиняюсь, сейчас будет опять про меня, что Павел говорит. Как правило, это люди, которые проработали в какой-то государственной системе, им это награда и какая-то пенсия, условно. Так и есть. Соответственно, затем там все они там сидят на этой пенсии, распределяют тендера там с новыми корпусами, там с ремонтами, Я взял список государственных вузов и просто ради интереса выписал все фамилии ректоров, а потом начал их проверять через Google. Средний возраст, карьеру и так далее. У меня средний возраст ректоров государственных вузов получился 60 лет. То есть, по факту, это человек, который вот через 5-6 лет уже пенсия. И человек отсиживает какое-то время и он знает, что у него там буквально 5-6 лет, а не 10-15-20. И в чем он, соответственно, будет заинтересован? Улучшать университет, сокращать себе зарплату, чтобы увеличить ее преподавателям? Или же наоборот, увеличить себе зарплату, быстро там какие-то гранты получить, съездить на там командировочный зарубеж такое есть. образовательный туризм. Когда есть конференция в Майами или конференция где-нибудь во Франции, и человек за госчет выезжает за счет университета. На мой взгляд, это не очень хорошо. Наших детей лишают будущего, не давая получать знания из вашего поста. А дети чиновников, разумеется, летят в Лондон, Францию, США. Разве не правда? Да. Ну, а чиновники наши вообще где лечатся? За границей, да? Ну да. Есть как бы три вещи. Дети их учатся. Ну, к сожалению. За границей. Активы они покупают. За границей? Если вспомнить... Я рад, хоть во время пандемии многие из наших чиновников столкнулись с местной системой здравоохранения. По крайней мере увидели, что это такое. Да, я надеюсь, это хоть как-то повлияет на то, чтобы что-то менялось у нас. Все же помнят, как, по-моему, весной поймали судью на частном самолете, одном из самых дорогих частных самолетов, который из Астаны летал. Ну, не самая дорогая, объективная бомбардир, да. То есть, это не Гольфстрим 650. Это моя уж тематика. Хорошо, тебе лучше знать. Тем не менее, да, это странно, что, конечно, люди... Судья ездит лечиться все-таки туда, а не здесь. Ну, это прямая оценка там уже здравоохранения, но мы там не... Давай уже туда не будем лезть сейчас. Хорошо. Давайте с нашим высшим образованием разберемся. Итак, в объеме экспорта студентов, ты говоришь, что Казахстан больше всего экспортирует студентов в рамках Евразии. У Евразии есть статистический комитет, и они просто ориентируются на стат показатели всех стран. Они просто сравнили, сколько детей учатся вне своей родины, в странах Евразии. И получилось так, что Казахстан экспортирует студентов больше, чем Россия, Беларусь, Армения, там... Ты пишешь, в международном рейтинге английского языка наш стран находится на 93-м месте из 100 стран. Так и есть. Видимо, 100 стран, в которых проводили исследования, да? Да. И хуже нас, только Кодивуар, Камбоджа, Ирак и Ливия. Это большая проблема? Ну, берем типичного казахского работника, сажаем его где-нибудь в Америке, пусть он пытается найти работу. Дело не в этом. Мы не собираемся в Америку на работу. Я на самом деле думаю, что все современные научные труды, в большей степени, неважно в какой сфере, они все выходят на английском. Вот здесь ты абсолютно прав. То есть, если ты хочешь найти самые передовые исследования, даже, пусть даже не науки, а просто в экономике. Вот есть такой журнал «Гарвард Бизнес Ревью», который издается с 1922 года. И он издается ежемесячно, и в нем лучшие профессора, которые пишут, рассуждают, изучают, как лучше управлять предприятием, дают советы и свое видение, как работать в сложные времена. Это было и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, и в наши годы. Ты хоть одного казахстанского ученого видел, который давал советы малому и среднему бизнесу Казахстана публично, как им выжить в эпоху коронавируса, или как им выжить в эпоху девальвации, или как им выжить в эпоху неопределенности. Вообще казахские ученые, к сожалению... Это как британские ученые. К сожалению, это уже становится таким нарицательным. К сожалению. Казахские ученые звучит даже иногда смешно. Ну, то есть, я извиняюсь, опять я извиняюсь, я перед всеми теперь извиняюсь, потому что особенно неважно. Есть люди, перед которыми хочется снять шляпу и поклониться. Таких ученых, их, ну, честно говоря, по пальцам пересчитать. Но, например, еще один такой пример. У нас очень много докторов и кандидатов в наук. Но... Да, откровенно. Мы в международных системах плагиата свои работы не проверяем. Мы проверяем их только в наших. И все работы, они закрыты. К сожалению. То есть, по факту, если бы прогнать все казахстанские работы, мы бы увидели... Да я уверен, там половину парламента можно выводить. Там же все, я видел. Все доктора, поэтому в парламенте никогда не будет принять закон о том, чтобы мы могли бы тестироваться и проверяться. Ну, я же помню, типа, хочешь быть доктором, столько это стоит, хочешь быть там, кандидатом, столько это стоит. Такое было. Я надеюсь, сейчас этого нету. Ну, надежда есть надежда. Давай еще несколько предложений по высшему образованию и на десерт чуть-чуть про твой вопрос в Телеграме. Хорошо. Если коротко решать вопрос, ну, вернее, не коротко, а если вот наиболее важные вопросы поднимать, для меня самые важные вопросы это, наверное, все-таки А, чтобы министерство не лезло со своими стандартами в ВУЗы, то есть не говорило, сколько должно быть преподавателей, сколько должно быть докторов, профессоров и так далее и тому подобное. Почему? Потому что вот практика, еще раз показывает, человек, который работает в бизнесе, зачастую на практике лучше знает, чем теоретик. Вот если у ВУЗа была возможность этих людей привлекать и министерство за это не било бы по рукам, то качество образования, качество детей, которые выпускаются, было бы гораздо лучше и выше. Это раз. Второе, если бы государство не лезло с вопросом, как учить, а говорил бы, что нам сделать, чтобы детей было учить легче, лучше, проще, и было бы именно в роли такой обслуживающего персонала, не в роли начальника, который там определяет как предприятие развиваться, то казахстанским ВУЗам было бы гораздо проще и легче развивать свою материальную базу, нанимать лучших преподавателей, привозить их там. А правда, что мне говорили владельцы ВУЗов и ректора, что половину времени преподавательский состав тратит на то, чтобы делать отчеты для Министерства образования? По факту, да. Мало того, они еще вынуждены писать определенное количество статей в год, чтобы защитить свою, там, условно, докторскую или кандидатскую. Они должны поднимать, эти статьи печататься должны в правильных журналах, которые рекомендованы Министерством образования. этот коррупционный момент может быть? Да вы что? То есть, вот история, она такая длительная, плюс есть сумасшедшие деньги, которые ВУЗы платят за аккредитацию, аттестацию. То есть, например, есть такая, условно, специальность юрист-правовед. За эту специальность, за аттестацию, нужно заплатить примерно около 1 миллиона тенге. Вот представь, сколько специальностей ВУЗе, вот столько миллионов нужно заплатить один раз в 5 лет. Если все это собрать, плюс еще стоимость аккредитации университета, что такое аккредитация, когда к тебе приходят профессора из аккредитационного агентства и говорят, парты есть, учителя есть, методички есть, огнетушитель висит, сигнализация есть, доска есть, все, вы аккредитованы. Вот за это, условно, нужно заплатить около 20-30 миллионов тенге. И вот если все эти деньги собрать... Я уверен, еще надо что-нибудь шапку дать. Чтобы правильно проверку пройти. Так вот, это примерно 50 миллиардов ежегодно. Вот просто представь, эти деньги, которые могли бы тратиться на лучших преподавателей... На материальную, техническую базу. Я думаю, это тоже очень просто. Да, 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 просто достаточно сказать, если бы эти деньги тратились на зарплату преподавателя, неужели преподаватель не захотел бы быть лучше? Неужели он не захотел бы преподавать качественно, чтобы на него шли люди и говорили, вот я хочу учиться именно у этого человека, я хочу платить ему деньги. А у нас получается таких людей мало. Что еще? Что еще? Хорошо, тебе скажут, Нуркен, пойдем вице-министром по высшему образованию. Ты пойдешь? Ну, условно. Вот, потому что все любят критиковать, такие успешные, красивые, молодые, как Нуркен, но потом говорят, ну, идти на госслужбу. Я бы пошел, но с следующим условием, что если министр образования, которому я пойду к вице-кам, не сменился бы через ближайший год, полтора-два, то есть, условно, есть Асхат и Магометов, пусть он вместе со мной просидит как минимум пять лет. Почему? Потому что результаты вот этих изменений минимум нужно будет увидеть только через пять лет. При этом мы должны быть максимально публично-прозрачными, то есть, любые совещания и так далее, и тому подобное, мы должны писать об результатах. К чему это совещание приводит, с кем мы встречались, то есть, наша деятельность должна быть абсолютно прозрачной, чтобы к нам не подходили и не говорили, слушай, у нас есть университет, давай ты примешь вот такой-то закон, который удобен вот для такой-то вещи, или же А, прими, пожалуйста, вот такую инструкцию, чтобы только наша типография могла печатать вот такие-то учебники, чтобы мы были не то, что неприкосновенны, то есть, наша прозрачность обеспечивала бы нам нашу честность и при этом, чтобы вот в любом случае кто-то приходит, а его же сразу начинают обвинять, ты действуешь в интересах этого, в интересах того и так далее. Если ты максимально прозрачен, максимально публичен и показываешь, к чему ведет твоя работа и показываешь, вот мы приняли хороший закон, но его парламент не принимает, чтобы мы имели право показать публично депутатов, которые отказываются его принимать, и ты предлагали им озвучить свою публичную позицию о незакрытом режиме. А Нуркен Холкберген почему это делает? Кого лоббирует? Нуркен Холкберген лоббирует четырех людей. Это старший сын, средний сын, дочка и младший сын. Все. На самом деле я действую в интересах только своих детей. Хорошие заказчики у вас. Да, мощные. Ну, на десерт у тебя был опрос в Телеграме, где 96% родителей ответили, что оплачивают детям репетиторов и дополнительные занятия. Это означает, что среднее образование у нас... Не бесплатное. То есть я просто что сделал? Я провел опрос. Так же хромает, как и выше? Да. Ну, как минимум. Получается, мы провели опрос, там было... Мне кажется, что выше сильнее хромает, чем среднее. На своем опыте. Ну, получается, ведь выше это продолжение среднего. У нас в Конституте записано, что среднее образование оно бесплатно. Если родители недовольны качеством среднего и вынуждены доплачивать, значит, что-то не так со средним. Если бы этих людей было бы там 20-30%, можно было бы сказать, ну, всегда есть недовольные. Но 96% это почти 100%. Это означает, что большая часть казахстанцев недовольна тем образованием, которое ему дают в школе. Значит, с этим нужно что-то делать. Это при том, что я еще не озвучил цены. Когда я начал спрашивать, около 20% платят от 10 до 35 тысяч, около 30% платят от 35 до 55 тысяч, и оставшаяся часть платит свыше 55 тысяч ежемесячно на каждого ребенка. А если в семье там условно двое-трое детей, то представь, сколько денег люди тратят ни на себя, ни на еду, ни на развлечения, ни на недвижимость. Это же ведь могло быть в экономику семьи запущено. А оно уходит в то, что государство говорит, это вы и так бесплатно получаете. То есть двойные затраты и государственный бюджет уходит, и семейный бюджет уходит. А там условно любого спроси казахстанца, сколько тебе нужно для счастья, чтобы твоя зарплата выросла. Он же адекватной суммой назовет. А вот вам, если вы улучшите образование, соответственно, семье не нужно тратить на репетиторов, не нужно тратить на дополнительное обучение, вы людям даете дополнительный доход. Лишь под тем, что вы улучшили качество среднего образования. Как-то так. Ну, для меня среднее образование, оно вот, вот мне кажется, что оно вот как-то вот так идет, вот идет потихоньку вниз, вниз, вниз. Эволюционно вместе с тем, как уходит преподавательский состав, который еще был закален в советской школе. А знаешь, почему? Потому что на выборах вот так все идет. Нет. Потому что вот когда закончилась Вторая мировая война, 1945 год, ЦК КПСС, которую мы так сильно не любим, там мы говорим коммунисты, они самые хорошие люди на свете, они поставили три нормы, вернее, три категории людей выделили. Первое, это были, ну, понятно, сами номенклатурщики, второе, это были инженеры и тех, люди, которые из науки, ученые, и третье, за кого они очень сильно топили, это был педагогический состав. Вот с 1945 по 1951 год Советский Союз больше всего денег потратил не на восстановление заводов, а на восстановление 22 тысяч школ, потому что они знали, что если мы не восстановим школы, если мы не займемся образованием детей, мы через какое-то время получим, ну, поколение, с которым коммунизм не построишь. Что сделали США? Они начали изучать систему образования Советского Союза, и они поняли, что если они не примут меры и начнут догонять, то они рискуют получить конкурента на мировом пространстве, который умнее, сильнее и быстрее. Только по знанию. Голосуйте за коммунистов 10 января. Не, я, ну, окей. Голосуйте за тех, кто голосует за образование. Вот. Это те люди, которым реально важно будущее этой страны. Не те, которые обещают экономику, налоги и так далее. Все это без знаний не построишь. Именно те люди, которые будут делать систему образования, улучшать, вкладываться в нее, именно те люди являются патриотами. Как-то так. Просто аминь. Самые лучшие комментарии обязательно я подарю набор книг от себя, а Нуркен подарит... Я подарю курс обучения на Киосфера. Круто. Я надеюсь, это мотивирует. Самые лучшие комментарии определим количеством лайков в комментариях. Друзья, всем спасибо Нуркену огромное. Было очень интересно. Мы с ним классно спорили, это не войдет в эфир. Мы ругались. Я надеюсь, что вам понравится это интервью и мы с Нуркеном продолжим, может быть, в каком-то ином формате. Всем удачи, здравого смысла нашему министру, министерству, всем районным, Акимам, всем тем, кто управляет образованием. Всем, кто относится к системе образования. А самое главное, пожалуйста, я очень хочу обратиться к преподавателями, к учителям. Да. Перестаньте собирать деньги на что? Нет. В ваших руках будущее наших детей. Будущее детей и будущее нашей нации. Если вы перестанете учить, если вы перестанете вдохновлять детей, то, поверьте, вы просто поставите жирный крест на нашем будущем. Поэтому сил вам и удачи!